Всем привет! С вами Анатолий, барыгопечами и дымоходами из интернет-магазина Жар Паркун. Я сейчас нахожусь в компании Церта. Я думаю, что большинству зрителей название Церта может сказать, что это краски. Другим людям, которые в теме, они знают, что если у вас банная печь или отопительная печь, то, скорее всего, в 90% случаях она покрашена именно краской Церта. И я хочу вам показать нечто новое, то, что будет. Вот сегодня у нас 17 мая, и то, что я вам покажу, еще нет в продаже, это только проходит тестовое испытание во всяких тут муфельных печах, во всяких таких вот лабораторных испытаниях. Эта вещь называется кракелюр, краска кракелюр. У Церты есть бренд, называется Сиана. Это как раз краска кракелюр, но не терможаростойкая, а простая. И вот в ближайшее время будет именно вот такая вот кракелюровая краска, которая будет использоваться для печей. Вот такие вот бывают цвета, но это именно у краски, которая не жаростойкая, она, по-моему, до 150 градусов. Из нее делается в домашних даже условиях вот такие вот вещи. Те, кто занимается продукцией завода Ферингер, сразу могут сказать, а это же такой краской покрашен ферингеровские печи. Нет, там тоже краска с эффектом кракелюра, но там еще и с возможностью создания рисунка. Здесь пока речь идет просто о краске кракелюр, которой можно будет красить кожухи конвекторов печей, допустим. Вот такая вот краска, вот так вот она выглядит. Один слой, первый, это желтый, второй слой, это белый. И фишка краски еще заключается в том, что ее можно, ну, не ее можно, а изделие можно гнуть, и она не лопается. Вот чайник покрашенный с эффектом кракелюра, вот ваза, вот баллончики. Номер два баллончик. И баллончик номер один. Значит, первым баллончиком наносится основа золотая, вторым баллончиком сверху красится, и вторая краска начинает вот так вот трескаться. Тут вот всякие образцы. И я вижу, подошел сам Павел. Нет, не Павел, а кто вы? Александр. А вы? Начальник цеха. Покраска. Скажите, пожалуйста, дайте вот прежде, чем что-то наносить, какие, вот на данный момент вот бренд Сиана, какие температуры он выдерживает? Сиана, это не термостойкая краска. Сиана предназначена для декора. Это декоративная линейка. Сиана у нас представлена в аэризольном баллоне. А по печным делам какая краска планируется, сколько температуру держать будет? Печные дела у нас идут под брендом Церта. Церта термостойкая. Черная Церта термостойка выдерживает 900 градусов. В зависимости от цвета, у нас температурный режим термостойкости варьируется от 300 до 900 градусов. Вот эта вот новая кракелюровая краска, она какие температуры будет держать? Сейчас вот эта линейка, Сиана кракелюр, она у нас тоже декоративная. Она пока на сегодняшний день не обладает термостойкостью. А термостойка эмаль, кракелюр, она в работе. Но скоро, я думаю, выпустим на рынок и предоставим все это потребителям. А какие технические задачи, задания стоят у ней? Какую температуру держать будет? Что вы хотите? От Сиана кракелюр? Да. Нет, не от Сианы, а от Церта. А, от Церта кракелюр. Мы в первое время хотим хотя бы температуру, термостойкость, температурный режим хотя бы до 400 градусов. Чтобы красить верхние части печень, где температура накала не такая высокая, она... То есть кожухи скорее, потому что в верхней части там наоборот очень жарко. Да, скорее всего кожухи, где температура будет примерно до 400 градусов. А вот в верхней части, там где языки пламени бьют прямо по металлу, там уже 900 градусов. Ну, 750-900 градусов. Это уже дальнейшие разработки будут? Это уже будут дальнейшие разработки, но первостепенная задача это добиться температурного режима по кракелюру хотя бы до 400 градусов. Если мы это добьемся, то, конечно, будем работать дальше для увеличения термостойкости. А сейчас на момент съемки сколько температуру держит? 150 держит? Вот это? Нет, не это, которую делаете. Она держит сейчас 200-250, но мы работаем. А в планах по срокам, что начальство сказало? По срокам? К какому числу сделать? По срокам. Сроки, конечно, не хочется озвучить, но приблизительно в ближайшие полгода, я думаю, это будет. В ближайшие полгода. Какие технические условия будут для нанесения жиростойкой эмали, именно кракелюр? Какие-то особые или как по уцерты? Она будет... Вот этот кракелюр будет тоже двухшаговый. Он будет как базовое покрытие, первый шаг, и будет верхнее покрытие. На верхнем покрытии можно будет по цветам, уже в зависимости от пигмента, который будет поступать, играть. Можно любой цвет будет сделать. Какой будет самый ходовой, мы это будем анализировать и мониторить постоянно. Но предварительно у нас будет, скорее всего, верхнее покрытие, это белое и черное. То есть, если посмотреть на не термостойкой эмали, а на обычной, какой будет? Ну, будет примерно вот такой вот цвет. В зависимости от основы, основу можно сделать серебристую такую же и золотую. А верхнее покрытие первостепенно на начальном этапе будет, скорее всего, вот такая вот белая и вот такая вот черная. Черное золото или черное серебро? Основу будут две. Золотая и серебристая. А, и серебристая. Соответственно, это черное золото. Черное золото, черное серебро. И будет белое золото, белое серебро. Понятно. Какие-то особые условия к поверхности нужны? Ну, я имею в виду к стали. Конечно. Подготовка к поверхности зависит от подготовки поверхности. Зависит очень много. 80% нанесения эмали и как она будет себя держать в будущем, в перспективе, зависит от подготовки поверхности. А что делать с поверхностью? Мы сейчас не про заводы говорим, а обычный человек, который хочет покрасить жиростойкой эмали. Как делать? Зашкуривается поверхность, удаляются лишние части ржавчины, сколы после сварки, окалин, точнее, сварочные. Обязательно нужно обезжиривать поверхность и наносить уже краску. Наш продукт, да. Давай покажем людям, что такое эффект ракелюра, как он вообще достигается и добивается. Вот я вижу, тут баночка есть. Все готово. Я хватаю краску. Покажем? Давайте покажем. На примере этой банки мы покажем сейчас, как он раскрывается. Сначала мы обезжириваем поверхность. Здесь ничего шкурить не надо, она гладкая уже. Просто необходимо ее обезжирить. Технический? Или питьевой? Что? Спирт. Нет, это у нас растворитель. А, нет, тогда не будем пробовать. Ни в коем случае. Вот, мы обезжирили поверхность. Переходим к покраске. Самое главное, при нанесении базового покрытия, сейчас он у нас золотой, перемешать хорошо баллон и наносить тонким флоем. Здесь фактура у нас сложная, в том плане, что у нас вертикальная поверхность. Мы рекомендуем красить на горизонтальной поверхности. Все это делаем. Краска тяжелая, она может стекать. И поэтому мы нанесем первый слой тонкий, а второй слой уже чуть потолще. Придется два слоя немножко наносить, из-за того, что у нас фактура такая. Переходим к нанесению. Мы вот сейчас нанесли первый тонкий слой. Это относится именно к вертикальным поверхностям. Потому что это как бы получается адгезионный слой. Он прилипает к поверхности, немножко высохнет. После этого мы уже будем наносить второй слой. Пока он сохнет, у меня есть пара вопросов. Вот смотри, человек купил печку, которая покрашена краской церта. То есть кожух печи покрашен, сама печка покрашена. Когда выйдет вот эта вот краска для кракелюра, он может купить, к примеру, просто второй слой баллончика, чтобы уже по готовой печи, которая окрашена краской, провести вот так вот и получить вот этот вот эффект лопающийся. Я понял этот вопрос. Сразу скажу, что это будет невозможно. Потому что, еще раз хочу повториться, это будет двухшаговый процесс. Первый шаг – это базовое покрытие должно быть обязательно. И при нанесении базового покрытия нужно будет проверять совместимость того покрытия, которое на печке находится. Ага, то есть у вас разные формулы. То есть, скажем, формулы церта, которые красят печь, и формула того, что находится в баллончике, может быть разная. Из-за этого вот эта вот не ляжет, не до встречи. Нет, вы меня немножко не поняли. Формула у нас будет, конечно, разная. Мы будем нашу краску проверять изначально уже на совместимость покрытия базового с той краской, которая находится на печи, да, которую мы поставляем в краску. Но самое главное, печи-то могут покрашены красками другого производителя. И печи, которые покрашены эмалью другого производителя, нужно будет проверять совместимость. А на нашей краске этого не надо будет делать. Ага, то есть, либо этот человек делает на свой страх и риск, то есть он купил печку производства компании X и не знает, какой краской она покрашена цертой или не цертой. Потом покупает второй слой, красит, и что выйдет, это на его совести. Грубо говоря, он сам себе злодей. Да, может выйти, а может не выйти. Нет, не злодей. Еще раз хочу пояснить, что это будет двухшаговое покрытие. Сначала нужно будет наносить первый слой. А у него уже первый-то... А первый слой не такой. То есть формула другая? Формула другая, конечно. А вот я этого и хотел услышать. Формула даже церты, которые красят печи на предприятиях, она другая, чем формула первого покрытия. Конечно, да. Формула первого покрытия, она будет другая. Так, эффект кракелюра, это не простой эффект. Это уникальный эффект. Такого не добьешься на обычной краске. Это уникальный эффект. Поэтому формула, краска по рецептуре... Сейчас заботался немножко, сейчас все... В общем, той краской, которую красит печи, даже если человек купит второй слой вот этот, покрасит, ничего не уйдет. Да, ничего не уйдет. Нужен обязательно будет первый слой, поэтому нужно будет первый слой сначала покрасить, уже подождать определенное количество времени. И после этого нужно будет покрасить только второй слой. Еще второй вопрос. Вот краска церта, это неправильно говорить, что это краска. Это, скажи, как правильно говорить, жаропрочная эмаль или керама... Или биолога... Термостойка, эмаль... Но наши краски, они краски специального назначения. Правильно можно будет сказать, что это эмаль специального назначения. А основной элемент там что это? Это полимер или это... Ну, рецептуру я не могу сказать. Из чего она состоит? К сожалению, это коммерческая тайма. Просто мне производители печей говорят, что это сложный полимер. То есть происходит при нагреве печи полимеризация. И только после этого краска пристает. То есть, ну, это не совсем краска, это что-то полимерное. Ну, это любая краска, она состоится с полимеров. В чем вопрос? Вот почему вот нужно обязательно печь протапливать, прежде чем краска пристанет? Мы тоже рекомендуем перед использованием печи протапливать. Это я объясню почему. Потому что после протапливки, после термозакалки, краска уже, если простыми словами объяснить это все, прилипает к металлу, лишняя ароматика улетает и она перестает длинить в процессе эксплуатации. И прилипает к металлу. Да, да. Это все простыми словами для обычного обывателя. Понятно. Ну что, сможем второй слой навести? Прошло время. Да, сейчас нам необходимо, да, пократи второй слой. Это первый взял? Это первый слой, сейчас, да. Можете выключить? Почему выключаем вытяжную камеру? Это необходимо для соблюдения температурного режима и плюс времени высыхания. Если у нас будет вытяжка работать, она, вот, эта сторона высохнет быстрее, эта сторона высохнет меньше, и поэтому раскрытие будет неравномерное, скорее всего. Вот. А нам нужно равномерное раскрытие. Поэтому мы покрасим здесь. Ты второй слой делаешь там, где стояла вытяжка? Нет, я полностью его сейчас буду красить. Сейчас объясню, в чем фишка. Почему одного слоя не хватило? Сейчас объясню, сейчас объясню. Почему одного слоя не хватило? Потому что у нас фактура вертикальная. Мы рекомендуем красить на горизонтальной поверхности. А первый слой, базового слоя, мы дали специально, чтобы он принял, как адгезионный слой он получается у нас. Чтобы не стекала краска. Краска тяжелая, она стекает, и могут образоваться потеки. Мы это сделали специально. И перед нанесением второго слоя должно пройти не меньше и не больше 3-5 минут. Иначе раскрытия не будет. И самое главное, при нанесении второго слоя, вот, второго слоя, финишного слоя, визуально вот эта поверхность должна быть мокрой. Вот. Смотрите, визуально мокрая это что значит? Вот эта, видите, мокрая у нас поверхность. Да. Вот. Она должна быть мокрой. Не должна высыхать. Фишка нашего продукта заключается именно в этом. А в два слоя мы первым слоем нанесли, потому что первый слой подсох, пока мы говорили, и вторым нужно, чтобы был эффект мокроты. Да. То есть в обычном случае, когда ты не болтаешь, а красишь, это не надо. Да, да, да. Все, понятно. Но все зависит от фактуры. Все зависит от фактур. Если фактура, допустим, поверхность деревянная, она пориская, она впитывает себя, снимает. Нужно опять-таки смотреть на дереве, чтобы она не впиталась. Если она впитается, то нужно дать второй слой. Обязательно первого шага, базового слоя. Ну, а по металлу главное не проворонить. Вроде как бы он должен подсохнуть и одновременно быть еще влажным. Это касается... Ой-ой-ой. Вот что такое? Потому что это даже очень хорошо. Мы покажем, что случилось при плохой... Беда стучилось. При беде. Да, да, да. Беда стучилась. По этому слою пройдемся. Очень хорошо. А мы можем его сейчас заказывать? Не надо, не надо. Мы как раз покажем, как все нормально будет. И если какие-то вот случились форс-мажоры, почему надо будет перекрашивать? Давай прям покажем. Ну, по-хорошему нужно, конечно, его зачистить, за мной покажем. Да, но мы это не будем делать. Мы это не будем делать. Просто показать, что такое не легла краска. Хорошо. Вот еще одно условие. Еще одно условие. Вот сейчас у нас прошло... Сейчас скажу. Ну, минуты полторы. Прошло две с половиной минуты. Ждем еще секунд тридцать и начинаем красить. Тогда скажи, в чем отличие базового слоя от... Как этот слой называется? Верхний слой. Верхний слой. Тут совершенно разные формы. Я, опять-таки, по рецептуре не могу ничего вам сказать. Почему? Потому что... Ну, это коммерческая тайна. Базовый слой... Как объяснить простыми словами? Вот вам нужно простыми словами. Правильно объяснить? Хорошо, почему он лопается? Почему вот этот слой лопается? Это химизм. Химизм. Поэтому он и лопается. Давайте будем красить. Давайте. Ух-у-ху-ху. Что-то мы проболтались, походу, опять. Ух-у-ху. Пошло, пошло. Дай я покажу, как люди, что идет. Вот прямо на ваших глазах она начинает резко цевелопаться. Давайте я еще пройдусь. Давайте я еще пройдусь. Мы ждем где-то около 10 минут. Мы немножко сейчас на данном этапе простушили первый слой. На данном этапе нам нужно было быстрее, скорее всего, наносить. А почему ты в несколько слоев второй слой стал наносить? Что больше трещин было? Трещины мы можем регулировать сами. Вот эти трещины. Каким образом? Наносим 2-3 слоя, у нас получается трещины больше. То есть их частота больше? Нет. Все зависит от... Вот эти трещины, вот на этом изделии можно посмотреть. Вот видите, они крупные. Трещины мы можем регулировать слоями верхним слоем. Чем толще верхний слой, тем шире получаются трещины. У меня еще небольшая просьба, если это возможно. У вас же есть еще какая-то баночка необработанная? Необработанная. То есть мы вот тут ее обработали спиртом, да? А если мы возьмем какую-то баночку, которая спиртом необработанная или там металлическую поверхность... Давайте возьмем. И пройдемся, покажем, что будет. Сразу, сразу, да? Да, пока сохнет. Ну или просто трещину, или банку. Давайте мы покрасим на необработанной поверхности. Это можно красить, да, на необработанной поверхности. Обычный потребитель, он, скорее всего, не будет заморачиваться. Ну да. Возьмет, покрасит, ничего не будет делать. Поэтому мы сейчас сделаем такие трещины. Выключено на сегодняшнюю вытяжку. Не, не надо. Мы пересушили вот первый слой. Из-за этого мы сейчас будем соблюдать инструкцию прям четко. Может быть, тогда протрем половину банки, а про вторую половину не протрем? Давайте ничего не будем протирать, чтобы эффект получился. Обезжиривание поверхности, оно удаляет лишние механические загрязнения, пятна, жиры. Руки-то у нас все равно жирные, поэтому... Сейчас попробуем. Начнем красить. Мы сейчас сделаем один слой. Попробуем в один слой все покрасить. Не два слой, а в один базовый покрасить. Что у нас получится? Может быть, по тепле увидим. О, у меня получается красить без потеков. Ну ты профессионал в этой области. Кто ни разу не держал баллон в руках, это навряд ли получится сделать. Поэтому... Не выходит у того, кто ничего не делает. Это хорошее всегда обоснование. Я старался. Да, не ошибается тот, кто ничего не делает. Я тоже так отмазываюсь на работе обычно. Вот. Так. Здесь можно дать слой потолще, потому что у нас поверхность горизонтальная. С первого раза эффект может не получиться. Нужно соблюдать инструкцию. 1149. 1149. Мы покрасим ровно через 3 минуты. Хорошо. Тогда посмотрим пока, что написано в инструкции. Тут, кстати, написано, вы сами можете регулировать размер трещин. Финишное покрытие 1-2 слоя, финишное покрытие 3-4 слоя, трещины толще. 5-6 слоев, трещины вообще прямо очень толстые. Нанесите базовый слой, через 3 минуты нанесите финишный слой и получите уникальный результат. Заодно можно поставить вазу и сравнить то, что вышло при правильном нанесении, грубо говоря, когда трещин много толстых и когда краска попересохла. Я бы не сказал, что это некрасиво, это просто по-другому вышло. Сейчас обопрусь. Вы сейчас видите трещинки небольшие, частые, где-то толстые, где-то тонкие. Я бы не сказал, что это неправильно или некрасиво. Просто вышел вот такой вот результат. Неожиданно. Ну что тут? Сейчас. Еще одна минута. То есть прямо вот надо сугубо соблюдать. Да, очень-очень-очень нужно соблюдать технологический процесс покраски. От этого все зависит. Все зависит от, говорю же еще раз повторяюсь, все зависит от времени нанесения первого слоя. Зависит от температуры окружающей среды, помещения, на улице, где вы красите. От этого все очень много зависит от раскрытия. И все то же самое будет касаться именно церковского характера. Там, знаете, там, скорее всего, будет корректироваться немножко, потому что это все в работе, все в работе, скорее всего, будет корректироваться. Сейчас у нас ровно прошло 3 минуты. Начинаем красить. Сейчас я включу вытяжку. Будем красить. Паук попался. Какой-то паразит попался, да. Клопец прям начинает. Сейчас пойдет процесс. Сейчас пойдет процесс. Сейчас, не крути, давай. Вот, пошли у нас трещины. Еще раз повторяю, все зависит от времени высыхания, от температуры. Мы сейчас ровно 3 минуты прождали перед нанесением верхнего слоя. И на глазах уже получается эффект трещин. На глазах. Давай поставим со второй банка рядом. Перчатка. Чтобы показать, в чем разница. Сейчас 5 тонн. Даже наверху, если покрышки смотреть, у нас эффект здесь лучше, намного выходит, чем вот на этом изделии. Вот эти 3 минуты надо обязательно соблюдать. Обязательно. В рождении данного продукта происходило поэтапно. И вот эта инструкция, она родилась именно в лабораторных условиях. В лабораторных условиях, да. И поэтому инструкцию нужно соблюдать. Очень нужно. Это даже очень хорошо, что у нас получился первое изделие не очень, а второе вот у нас раскрытие произошло. Радицу можно посмотреть. Да. Потому что заболтали вы меня. Да, я грешен. Грешен. Так. И вернемся опять же к термостойкой эмали. Цвета мы уже все озвучили. Покраска, если это не на заводе происходит, а простой человек сам себе печь сварил, он может будет сделать то же самое с печкой, что мы сейчас с банками сделали. Сейчас я вытяжку выключу, чтобы не слышал. Хорошо. То же самое, что с банками, конечно, можно нанести базовое покрытие, нанести верхнее покрытие. Вот. Нанести сначала базовое покрытие, верхнее покрытие. На любом изделии можно будет это сделать. Не только на печи. Это можно использовать как декоративный продукт, термостойкий. Тоже будет можно использовать. А где еще используются термостойкие? Я только печами занимаюсь, я ничего не знаю. А вы-то знаете, куда идет ваша продукция? Может, дымоходы красить можно? Да. Окраски двигателей. В оборонной промышленности. Тоже... Я уже веселюсь. То есть это раньше там танк двумя окрасками красили, да? Для того, чтобы получить там... Глушители красят защиту. На КамАЗе что-то красит тоже. Глушители красят, да? Вон, ребят, подсказывают глушители, говорят, красят. Слушай, ну как солдатам зато легко будет. Раньше надо было краску смазывать, там эти различные расцветки. Как они называются-то? Ну, расцветки, там лес, флора, там вот это вот... Камуфляж. А тут взял зеленым, покрасил сверху другим зеленым, и у тебя вышел камуфляжная расцветка танка. Слушай, а дымоходы можно вообще церты красить? Дымоходы, да, можно. А какие там условия будут, чтобы сделать себе вот такой вот... Кракелер. Обезжирить и кракелер нанести? Ну, надо будет зашкурить поверхность. Еще зашкурить? Да. Сначала и... Прямо на нержавейку или на оцинковку на какой лучше? Давай не буду мучить, я кому-нибудь еще помучаю. И подожди, я еще второе видео сниму, все выяснил. Ну, а что, тогда не буду отвлекать от работы, последнее скажи, это термостойкие вещи или нет? Нет, это у нас выход продукта, цехового, ведется у нас аналитический контроль выхода. Это у нас молотковые эмали, они идут под брендом Цертопласт. Они идут как декоративные изделия тоже, но в промышленных масштабах. А что такое молотковые? Молотки красить? Молотковый эффект, вот видите, вот ячейки, да? Это называется ячейки Бернара. У нас краска с молотковым эффектом получается вот так вот, по идее. Им красит ограды, столбы, все что угодно. А, те же самые электродвигатели красит на компрессорах, я видел. Молотковый эффект, это вот такой вот именно эффект ячеек, ячейки Бернара они называются. А в Церте будет такое? В Церте не будет такого. Такого не будет. Поехали, давай дальше. Церта, она има специального назначения, она термостойкая. А вот это что такое? Это тоже молотковый эффект. Только другой нет. Просто здесь, видите, в лабораторных условиях молотковый эффект дорабатывается на выходе уже, поэтому ведется аналитический контроль. Понятно, но это тоже, я понял, молотковый эффект. Да, это все молотковый эффект. Ну что ж, тогда что, ждем, когда выйдет краска Церта с эффектом вот такой вот красотища, каркелюр. Еще раз напомню, когда ждать? Середина лета или начало зимы? Время покажет, мы сейчас все это в работе у нас, и я думаю, в ближайшие полгода мы выпустим. То есть это сейчас у нас май, ну давайте сроки не будем озвучивать. Да, я просто знаю, сейчас они будут звонить, говорят, когда ребят, вот посмотрят просто видео, о, хочу себе печку покрасить такой краской, когда... Ну, короче, ребят, ждите зимы, это проще всего. Вот зимой это все будет. Все, спасибо большое, благодарю, крайне признателен. Понравилось, ставьте лайк, не понравилось, дизлайк и красную кнопку подписаться, жмакайте. С вами был Анатолий и Александр. Александр, я помню, теперь я запомнил. Все, всем пока.